Заседание штаба по комплексному развитию региона открыл губернатор Алексей Русских. Он подвел итоги празднования Дня Победы. 9 мая все мероприятия прошли с соблюдением норм безопасности. Серьезных происшествий выявлено не было. В шествии бессмертного полка только в областном центре приняли участие более 75 тысяч ульяновцев. Губернатор подчеркнул, что завершение праздничных мероприятий не повод забывать о ветеранах и их подвиге. Коллеги, несмотря на то, что День Победы прошел, наша забота о ветеранах должна быть постоянной и исчерпывающей. Прошу при этом не забывать и не ждать, когда они сами о чем-то нас попросят. Вы прекрасно знаете, что поколение победителей – люди скромные, поэтому встречи с ними должны быть регулярными. Другой вопрос, на который обратил внимание глава региона – благоустройство улиц. В муниципалитетах требуется создать больше прогулочных зон и общественных пространств для отдыха. В центре Ульяновска улица Федерации представляет собой печальное зрелище. Губернатор поручил благоустроить ее для людей до конца лета. Также в областном центре вскрылись проблемы, связанные с забитыми ливневками. Также особое внимание прошу обратить на состояние ливневых канализаций. Сейчас период дождей, все проблемные участки хорошо видны, поэтому примите срочные меры для их прочистки. В Ульяновской области проходит тематическая неделя национального проекта «Безопасные качественные дороги». К 2024 году необходимо привести в нормативное состояние 50% региональных дорог и 85% дорог ульяновской городской агломерации. Благодаря дополнительному финансированию из федерального бюджета будет отремонтировано еще 35 километров дорог. Всего в текущем году планируется выполнить 122 километров ремонта автомобильных дорог. Это 109 километров на сети областных дорог и около 13 километров по дороге города Ульяновск, входящего в Ульяновскую городскую агломерацию. С 11 по 22 мая в Ульяновской области проходит также тематическая неделя национального проекта образования. В этот период состоится более 250 мероприятий регионального и муниципального уровней. Успешность реализации национального проекта в регионе сегодня характеризует 14 показателей и 22 результата. Обозначу только самое крупное строительство школы в городе Димитровграде. Мы его завершим в следующем году. Открытие второго школьного технопарка «Кванториум», третьего центра цифрового образования, 12 мастерских в СПО, 61 точка роста. Ну и кроме того, 4369 новых мест в системе доп. образования будут открыты. В муниципальных образованиях региона ставят на кадастровый учет земельные участки и неиспользуемые строения. Благодаря этому удастся увеличить налогооблагаемую базу. Первое мероприятие – внесение сведений в ЕГРН об отсутствующих правообладателях недвижимости. Управлением Росреестра по Ульяновской области представлен перечень по 116 300 объектов земельных участков, по которым необходимо уточнить сведения о правообладателях. Проведена следующая работа. В каждом муниципальном образовании утверждены планы мероприятий по явлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимого имущества. На заседании штаба также обсудили график гидравлических испытаний, новый метод асфальтирования дорог с использованием переработанного пластика, укрепление склона в Варском после оползня и питание пациентов областного госпиталя ветеранов. Валентина Никонова, Александр Кудряшов, Уллправда ТВ.